Продолжение следует... 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 евро к британскому фунту, здесь получается все-таки еще роста может быть, и связано это еще может быть с тем, что сегодня я все-таки ожидаю выхода слабых данных по торговому балансу в Великобритании, но об этом поговорим чуть позже. И в этой связи получаются такие противоречивые факторы, то есть факторы краткосрочные указывают на то, что еще можем сходить вниз 1.12.16 и 1.12.40, и дальше уже непонятно, что будет, то есть либо у нас будет поход наверх на 13.44 и выше за счет роста котировок Роскурса Еврофонд, либо все-таки будем снижаться, и с учетом того, что волатильность просто сумасшедшая, мы сегодня также можем запросто продемонстрировать снижение опять к тем же уровням, который мы видели вчера, допустим, 1.11.70, этот уровень, когда мы проводили вчерашний наш вебинар, потому что волатильность значительно выросла, и сейчас мы можем увидеть как резкий рывок наверх, так и просто сумасшедшее движение вниз. И здесь с учетом того, что у нас тренд, он все-таки нисходящий, долгосрочный, краткосрочный тренд у нас получается наверх, а нисходящий тренд долгосрочный. И с учетом того, что Федрезерв ожидает не Федрезерв, а рынок ожидает от Федрезерва повышения ставок, и с учетом того, что рынок забрался высоко, здесь, на моречный взгляд, все-таки лучше ждаться подтверждения. Если сегодня будем очень сильно снижаться, закроем ее ниже 12-й фигуры, тогда уже завтра и можно будет говорить о том, что доллар будет укрепляться. К тому же у нас в четверг данные по продажам в ритейл-секторе, которые можно ждать позитивные за счет сокращения безработицы и роста заработных плат. Поэтому здесь может быть, с учетом того, что у нас вчера и сегодня нет никакой статистики очень важной, может быть рынок загнали наверх, чтобы там его уже отправить вниз. Поэтому сигналы такие противоречивые. Вот по паре фунт-доллар и доллар-иена здесь у меня картина более менее понятна. Там уже сигналы более-менее хорошие. А вот здесь сигналы такие непонятные. Есть сигналы как тенденции наверх, так и сигналы тенденции вниз. Поэтому лучше, наверное, всего побыть сегодня в стороне. Дождемся подтверждения. Если увидим сегодня хороший рост и по кроссам евро к австралийскому доллару и евро к фунту, и пара евро-доллар очень сильно вырастет, тогда будем говорить о том, что доллар будет еще продолжать расти. Видимо, не хотят еще покупать американский доллар. Или напротив, если сегодня увидим сильное снижение, тогда уже будем говорить о том, что будем уже расти непосредственно по доллару. Если посмотреть на доходность облигаций, там тоже наблюдался отскок накануне в понедельник. То есть в пятницу достигли четырехлетнего максимума. И в понедельник уже у нас был отскок. Текущий уровень чуть ниже, чем 0,70%, поэтому здесь пока тоже не видно сильного роста. Как только рост доходности будет, то доллар также будет укрепляться. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Как вы видите индекс доллара? Мурат, благодарю за вопрос. Что касается индекса доллара, то я по-прежнему ожидаю, что в такой среднесрочной перспективе будет поход выше, чем сотая фигура, здесь ничего у меня не изменилось. Единственное, что вот этот летний фактор, когда у нас низкая ликвидность, и мы видим вообще такие очень сильные, высоковолатильные движения, при том, по большей части, они могут происходить без новостей, из ничего возникать, то здесь может некоторое время, то есть индекс доллара может не сразу же пойти на собственную фигуру, допустим, а немного все-таки чуть попозже. Изначально я говорил о том, что у нас до 17 июня есть хорошие шансы на то, что будет мощный рост по индексу доллара, но может быть до 17 июня будет рост такой относительно небольшой, а вот уже после 17 будет рост мощный, если у нас будет хороший квартальный прогноз от Федрезерва. Пока что в целом по индексу доллара достаточно все неплохо, то есть я ожидаю в среднесрочной перспективе росты критировок, потому что если даже посмотреть, допустим, на товарный индекс CRB, то здесь у нас тоже нету сильного роста, то есть рост умеренный накануне был. Это все указывает на то, что если у нас тенденция против доллара, накануне должен был быть и рост хорошего на товарном рынке. Однако у нас накануне золото подросло, если вы посмотрите на дневную свечку, нефть закрылась в негативной территории, нефть марки Brent, там, конечно, символическое снижение, но тем не менее в негативной территории. Если посмотрим на пластину, там рост на палазе, и у нас сильное снижение накануне было, то есть нету у нас синхронной тенденции против американского доллара. Поэтому я думаю, что все-таки это именно спекулятивные всплески, и достаточно должны они скоро завершиться, и все должно восстановиться. То есть поскольку рынок ожидает рост ставок Федрезерва, значит доллар должен все-таки укрепляться. Во временном оторвале, когда будет понятно движение сегодняшнего по евро, до американской сессии или после. Алекс, благодарю за вопрос. Что касается, когда будет сегодня понятно, то посмотрите, сегодня уже непосредственно в 6 часов по московскому времени. В это время закроются банки в Лондоне. Если мы в 6 часов будем демонстрировать движение вниз, очень хорошее, значит тенденция на укрепление доллара, и завтра, и в четверг доллары будут расти. Соответственно, если мы в 6 вечера по Москве, когда закрываются банки в Лондоне, закрываем выше, чем 13.44 максимум текущего дня, значит тенденция еще будет некоторое время наверх. Интересно, к осени ждем 100, а может и раньше, если не будет коррекции. Вы знаете, брат, я все-таки ожидаю раньше, потому что к осени это очень долго. Если мы получим импульс на то, что Федрезерв готов повышать ставки, судя, скорее всего, мы должны получить этот импульс именно уже 17 июня, потому что 17 июня у нас будет квартальный прогноз по экономике американской, следующий прогноз уже будет у нас осенью. То есть, ФРС опубликует прогнозы весной, летом, осенью и зимой. Соответственно, следующий прогноз уже будет осенью, и получается, следующее заседание, которое ближайшее, 17 июня, у нас состоится, это будет именно ключевое заседание. Здесь мы должны получить ориентиры от Федрезерва, соответственно, если такие ориентиры мы получаем, тогда доллар будет укрепляться. И получается, уже можем с вами увидеть сотую фигуру и в июле, или даже, например, в августе. Индекс доллара на А4 треугольник как раз до заседания Федрезерва. Вы знаете, сейчас, может быть, да, может быть, до Федрезерва будет боковик, и там сильное движение, может быть, уже до Федрезерва пойдем. Давайте дождемся сегодняшнего дня, посмотрим, как сегодня у нас день завершится, и там уже все-таки картинка будет более-менее понятная. Сегодня и завтра, потому что новостей у нас очень мало, и здесь непонятно, куда же могут двинуть рынок у нас на сегодня. Перейдем к обзору пары фунт-доллар. Здесь, на мой взгляд, можно ожидать все-таки нисходящей тенденции, и сейчас мы наблюдаем очень сильное снижение котировок пары фунт-доллар гораздо больше, чем в паре евро-доллар. Я уже говорил, связано это в том числе и с ростом котировок рост-курса евро-фунт. Евро очень сильно растет по своим кроссам, там и динамика долгового рынка позитивна. Именно к единоверопейской валюте евро укрепляет доходность немецких бандов растет как к австралийским бумагам, как я уже говорил, к японским бумагам, к бумагам Великобритании, то здесь все достаточно позитивно именно для евро. То есть в евро своя отдельная какая-то история, судя по всему. А вот пара фунт-доллар, здесь на мой взгляд можно ожидать снижение котировок по двум причинам. Первая причина это то, что я ожидаю все-таки негативного отчета по торговому балансу, то есть хуже, чем консенсус прогноз, связывает я с тем, что у нас если посмотреть на кросс-курс евро-фунт, потому что у Великобритании основной торговый партнер это еврозона, все-таки основные товары направляются именно в континентальную Европу, потому что и Великобритания это член Европейского Союза, но не входит в зону евро, у нее зона стерлинг. Поэтому если посмотреть на кросс-курс, он очень сильно снижался по итогу февраля, по итогу марта, в марте второй половине была некоторая коррекция, но тем не менее все-таки снижение было сильное, то есть британская валюта укреплялась. Соответственно, революция британской валюты по отношению к евро является негативным фактором, потому что тем самым уменьшается конкурентоспособность продукции. Если посмотреть на производственный сектор, то есть производственный сектор у нас работает и соответственно создает продукцию, эта продукция отправляется на экспорт, то здесь у нас тоже достаточно такая слабость была именно по мартовским и по апрельским показателям. И в этой связи мы получаем все-таки негативные компоненты. И эти негативные компоненты, на мой взгляд, будут указывать на то, что сегодня данные будут хуже медианопрогнозов, потому что сегодня у нас медианопрогнозы достаточно позитивные, то есть сильное сокращение отрицательного сайла. Я все-таки ожидаю умеренного сокращения, то есть данные хуже медианопрогнозов. И второй момент это то, что у нас на долговом рынке наблюдается снижение доходности и облигаций Великобритании как по отношению к бумагам из США, так и из Германии. То есть спреды отрицательные и Великобритании и США расширяются, а положительные и Великобритании и Германии он сокращается. То есть доходность британских бумаг уступает своим аналогам из Германии и США и этот фактор также будет оказывать давление на британскую валюту. Если посмотреть с точки зрения техники, то у нас пара евро-доллар все-таки забралась наверх, а пара фунт-доллар находится в устойчивом таком среднесрочном тренде. То есть здесь тренд у нас и долгосрочный, нисходящий и среднесрочный. Если мы посмотрим начиная с 15 мая такая вот среднесрочная тенденция, она тоже у нас вниз. И в этой связи можно ожидать снижения котировок. И сейчас мы уже наблюдаем очень сильное снижение котировок. Открыли Лондон на 53.44, сейчас уже 62.72. То есть смотрите, у нас мы на 70 пунктов буквально за 45 минут сходили. То есть волатильность просто сумасшедшая. И как раз это именно связано с тем, что обороты упали в связи с летними торгами. И как вы видите, снижение оборотов вызывает высокую волатильность. Поэтому, видимо, летние свои истории, они нас еще будут долгое время либо огорчать, либо радовать, в зависимости от того, в какой мы позиции находимся. Поэтому здесь, наверное, все-таки необходимо этот фактор сейчас учитывать. То, что волатильность у нас очень сильно выросла. И, на мой взгляд, с учетом того, что можно ожидать снижения котировок, здесь я бы все-таки открывал позиции уже непосредственно, наверное, в 11.30, потому что сейчас очень трудно говорить о том, либо мы дальше будем снижаться, либо мы сейчас увидим некоторый откат. Поэтому где-то в 11.29, в 11.28, то есть перед данными по торговому балансу, можно открывать позицию short, то есть позицию sell и ожидать снижения котировок. У нас на сегодня получается поддержки 52.71, вот сейчас мы находимся в следующий уровень 52.06. То есть можно открывать снижение котировок в область 52-й фигуры. Как я уже говорил, поскольку ожидания все-таки присутствуют на рынке, что Федрезерв пойдет на повышение ставок, другие банки, что Еврозона, что Великобритания, что Банк Англии проводят мягкую монетарную политику, то есть у нас получается дивергенция в кредитно-единительной политике центральных банков и в этой связи если у нас все-таки такие ожидания дальше будут продолжаться, то американский доллар должен укрепляться. Поэтому если у нас все-таки все еще остается на прежнем уровне, тогда получается вчера у нас была глубокая коррекция, связанная с высокой волатильностью в летний период времени, то есть очень сильно загнали рынки наверх и сейчас, сегодня и завтра американская валюта должна укрепляться. Поэтому если сегодня мы это все-таки увидим и снижение пары евро-доллара, фунт-доллара, рост пары доллар-иена, тогда будем говорить о том, что все вернулось на круги своя и будет дальше доллар укрепляться. Ну а пока что по паре евро-долларов я уже говорил, тенденция 50 на 50, мы можем в обе стороны сходить равновероятно, как вверх, так и вниз на сегодня, а по паре фунт-доллар тенденция все-таки наверх, потому что фундамент негативный, если посмотреть по технике, то здесь тоже у нас наблюдается тенденция негативная. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллара, я на них с удовольствием и отвечу. Сейчас вот даже если посмотреть, допустим, на динамику долгового рынка, то доходность британских облигаций снижается умеренно по отношению как к американским бумагам, так и немецким, а вот доходность немецких бандов стоит на уровне, на одном. То есть получается даже долговой рынок указывает на то, что пара фунт-доллар вниз, а пара евро-доллар пока непонятно, то есть долговой рынок стоит на одном и том же уровне и пока что не определились с направлениями участники облигационного рынка. Перейдем к обзору пары доллар-японская иена. Здесь, на мой взгляд, тоже сигнал очень хороший на открытии уже длинных позиций, то есть на продолжение тренда, как долгосрочного, так и среднесрочного. Вчера у нас тоже здесь была коррекция и сегодня, на мой взгляд, уже можно открывать покупки, потому что в целом все достаточно неплохо для данной валютной пары. уровни очень низкие, уровни привлекательные, и мы наблюдаем, как уже покупают британскую, не британскую, а американский доллар против японской иены. Открыли мы торги в Европе на отметке 124.27, и сейчас 124.27, то есть и первый час Европы, и первый час сейчас Лондона мы растем и здесь уже после преодоления локального максимума дня 124.73, то есть как только мы сейчас завершим за этой отметкой, здесь, поскольку мы сейчас наблюдаем периоды высокой волатильности, то, на мой взгляд, можно ввести дополнительные фильтры, которые нам помогут все-таки снизить риски и здесь, на мой взгляд, можно ввести такой фильтр, как закрытие часовой свечки выше, чем уровень максимального значения текущего дня, то есть он у нас на отметке 124.73, соответственно, если мы час закрываем на размер спреда выше этого уровня, спред у нас два пункта по паре доллар-иена, получается 124.73 плюс два 124.75, то есть мы закрываем свечку выше, чем эта отметка, можно будет покупать пару доллар-японской иены и ждать рост котировок сначала в область 125-й фигуры, а затем уже на отметку 125.50. Вот такой можно ввести фильтр. В целом, если посмотреть на фундаментальный анализ, то здесь тоже все позитивно, динамика долгового рынка позитивна для пары доллар-иена, здесь спред расширяется, отрицательный спред 190 баристых пунктов, очень большой спред, в последние недели он очень сильно расширился, что позитивно для американской валюты, если посмотреть на динамику непосредственно уже экономики, то здесь тоже достаточно все неплохо, потому что девальвация японской валюты оказывает позитивное влияние на японскую экономику. Об этом вчера на саммите G7, который проходит в Европе, заявил непосредственно и премьер-министр Японии, он указал на то, что слабая иена помогает оживить экономику страны, и получается, это фактор негативный для японской иены, то есть, если власти ожидают то, что слабая иена помогает развивать экономику, значит, можно ожидать дальнейшей девальвации японской валюты. Если посмотреть непосредственно на платежный баланс, на сальдо счета текущих операций, этот отчет мы получили накануне, то здесь тоже наблюдаются позитивные тенденции, начиная с февраля, то есть, если посмотрим мы на февральский, мартовский, апрельский счеты текущих операций, то есть, это составной компонент платежного баланса, то здесь очень сильно наблюдается положительная сальдо именно вот в эти месяцы февраль, марта, апрель очень сильный приток именно капитала. Это все связано с тем, что у нас наблюдается девальвация японской валюты. Об этом вчера и говорил премьер-министр, поэтому можно ожидать, что раз премьер-министр Японии вчера сказал, что слабая иена помогает экономике, получается, монетарные власти не будут предпринимать меры для того, чтобы укреплять японскую иену. То есть, по их мнению, по мнению их финансовых властей, так и непосредственно по мнению политических руководителей японского государства, они не считают, что в текущий момент японская иена очень сильно перепродана, то есть, очень сильно девальвирована и, соответственно, они не будут делать препятствия для того, чтобы она дальше двигалась по восходящему тренду, то есть, наверх. Поэтому здесь тоже, на мой взгляд, тенденция более-менее понятна. Здесь у нас можно ждать продолжение роста котировок. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар-фунт-доллар-доллар-иена и я на них с удовольствием отвечу. Также хотелось бы сказать немного и про золото. Накануне мы тоже наблюдали дискоррекцию, об этом я также указал на нашем сайте FreshForex в разделе аналитиков. Фундаментальный анализ, что в первую половину недели я ожидаю плавного укрепления драгоценного металла, а затем уже можно ожидать снижения котировок. Это где-то уже в среду, в четверг, в пятницу. То есть вполне возможно, что золото у нас сегодня еще немного подрастет, а затем уже будет у нас снижение драгоценного металла, потому что золото у нас очень сильно было перепродано, снижалось вниз достаточно неплохо и если вы посмотрите на доходность американских десятилетних облигаций, они выросли, то есть инфляционные ожидания растут и в этой связи можно ожидать некоторого спроса. Вот вчера спрос у нас был, то есть это все ожидаемо сегодня, некоторый спрос, но и уже скоро, то есть возможно сегодня, второй половин дня или завтра все-таки я уже ожидаю возврата к нисходящему тренду. Так, если можно, пару слов о золоте, а то какой-то боковик и еще очень много в СМИ говорят о словах Обама насчет крепкого доллара. Типа на это в фоне евро выросло, плюс нет данных макроэкономики за доллар. Мурат, что касается слов Обама, то здесь такая тоже интересная тенденция произошла вчера. Сначала СМИ распространили информацию, что Обама заявила, что слабый доллар негативен для экономики и затем через несколько часов представители американские, которые также присутствуют на саммите G7, стали через агентство Reuters и Bloomer давать интервью, что Обама совсем сказал про другое и что Обама не упоминал, что слабый, сильный доллар, простите, это негативно для экономики. То есть такая непонятная тенденция, говорил это Обама или не говорил, или сначала Обама сказал, затем, скажем так, его помощники намекнули ему на то, чтобы такое лучше не говорить и в итоге давали опровержение, то есть какая-то путаница возникла, возможно, Обама сказал свое личное мнение, а его экономические советники его поправили, указав на то, что так говорить нельзя, в общем, непонятно в итоге, что у нас вчера было, может быть из-за этого доллар ослаб, может быть не из-за этого, потому что если бы вчера Обама сказал, что доллары сильные и плохо для экономики, и никто бы не делал никаких опровержений, тогда бы все было понятно. Но сначала об этом заявили, потом уже второй половине дня давали опровержения, то есть пока что непонятно. Что касается золота, то здесь все нормально, то есть небольшая коррекция проходит, связывая с доходностью американских десятилетних казачьих облигаций, они очень сильно выросли, то есть инфляционные ожидания все-таки повысились, и можно на будущей неделе мы получим отчеты штатов по инфляции за май, я ожидаю хорошего отчета по инфляции, поэтому коррекция развивается по доллару, однако в целом и дальше я ожидаю продолжения нисходящей тенденции, и как я уже говорил, то есть либо сегодня второй половине дня будет разворот вниз по доллару, либо все-таки не по доллару, а по золоту, либо все-таки еще сегодня будет рост плавный, коррекционный, завтра будет в первой половине дня, а уже либо в среду второй половине дня, либо в четверг уже будет снижение драгоценного металла. Если в Японии не будут делать препятствия, то могут ли делать препятствия США в плане палок-холюса доллара в связи с высказыванием Обама по сильному доллару? Роман, благодарю за вопрос, что касается высказывания Обама, какие дальше будут поступать у нас заявления, потому что саммит G7 сегодня тоже проходит, и будут сделаны заявления сегодня, поэтому давайте подтверждем, подождемся подтверждение, потому что непонятно в итоге, что у нас вчера было именно с этим комментарием Обама. Сначала комментарий был сделан, потом было дано опровержение, что говорили совершенно про другое, и доллар не помеха. Поэтому давайте все-таки дождемся подтверждения, возможно сегодня мы получим еще определенную информацию, и там уже сможем все-таки проанализировать. Потому что я говорю, что скажем так непонятно, вчера такая ситуация была, сначала сказали одно, затем стали это опровергать, то есть мы такое не говорили. Теоретически могут же делать или нет? Теоретически могут делать для доллара препятствие, потому что действительно это все негативно для экономики, то есть теоретически безусловно могут, потому что индекс доллара очень сильно вырос, даже текущий уровень мы немного скорректировали 100-100 фигуры, чуть выше 95 фигуры, тем не менее 95 фигуры по индексу доллара это очень плохо для американской экономики. И если посмотреть вот на такую более долгосрочную перспективу, там в конце года, в начале этого года, в начале следующего года, все-таки я ожидаю, что доллар будет ослабевать, потому что экономика американская еще получит много негативных эффектов от того, что доллар очень сильно вырос. Там, понимаете, какая ситуация? Доллар, он очень сильно вырос, но тем не менее для экономики это все, на экономике это все отражается с некоторым временным лагом, то есть с некоторым опозданием. Соответственно, вот сейчас уже второй квартал идет, и мы наблюдаем, что нет у нас такого сильного мощного роста, который был во втором квартале года минувшего, 2014 года. Тогда индекс доллара был на низких уровнях, и экономика смогла продемонстрировать очень хорошее, сильное такое восстановление, мощный рост. Сейчас тоже экономика восстанавливается, однако умеренными темпами, потому что сильный доллар не дает восстановиться американской экономике на высокие уровни. Поэтому можно ожидать, что второй квартал будет достаточно такой относительно, и в третий, четвертый квартал тоже мы не увидим сильного экономического роста, а возможно даже в четвертом квартале мы увидим сильный спад, потому что как раз уже ближе к четвертому кварталу сильный доллар будет оказывать значительно негативное влияние на американскую экономику. Поэтому здесь, безусловно, будет негатив для экономики, но просто с некоторым временным опозданием. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание, желаю сегодня всем успешной торговли, отличного настроения и завтра мы с вами встретимся вновь в среду 10 июня в 10.30 по московскому времени. Еще раз всем успехов, до новых встреч!